Привет, друзья! Вас люблю, в первую очередь, напомню. Я вас думаю, и развлекательный контент это хорошо, но по учительному контенту место тоже на этом канале. Сегодня один из таких блогов. Посмотрите его, пожалуйста, внимательно, потому что это очень важно не для меня, а для котиков, которые отобрали дом. Мне нужна ваша помощь, чтобы по закрепленному комментарии вы позвонили директору парка и попросили вернуть домик. Подробно будет всё дальше. А сейчас я ещё напомню, что мы весь наш мерч жестим отдаём по себестоимости. Так что налетайте в жестёвшую ссылочку в описании. То есть 30-40% скидка на весь мерч! Налетайте, ребята! Немного грустный влог, но он нужен. Ради добра. Ты спойлер не видел. Тупо карбоновый спойлер. Просто треснул, и штука 100 баксов стоит ударом. Представляешь? Это хигня. Что случилось? Боком. Я гляну, там повреждения. Все, уже ничего не сделаешь. Это пипец реально. Знаешь, в чем прикол? Если я задевал бочиной, это алюминий, он ровняется, выстукается, а карбон просто ломается и все. Ну, он лопает и все, типа, все. Там пара 350 баксов. Фиг с ним. Бочину выровняет 100 баксов, покрасит 100 баксов. Бампер 300 баксов, там самое дорогое все. А спойлер, это самое дорогое. Вещь в машине, которая стоит полторы штуки баксов. Якую не поровняешь, ничего, я требую брать новую. Еще из Америки где-то шукать и ждать месяц доставку. Плюс в том, что я побачу першого в жизни, как карбон в середине выглядит. Мария, ну, боже, я как-то бедно. Ой, блин, да это дворы темные, камера запотела, дождь. Я в дождь не хочу ездить, это вообще-таки. Кроме, похоже, споли-рек в темп, продается за 34 тысячи район. Представляешь? 34 куска. Это 100 тысяч рублей. Похожий. Мой будущее дорожье. Блин, тут, скажу, расстроено, ничего не сказать. Если честно, я сейчас сел за монтаж, не могу успокоиться и не могу монтировать. Это, блин, самое дорогое, что есть в машине. Я думал, что коробка, с коробкой что-то у меня могло случиться. Я думаю, блин, коробка, это ж дорого дрифтовать, 500 баксов, новая коробка, крутая. А тут просто так вот по глупости, без дрифта, просто чуть-чуть назад легонько сдавал во дворе темном и попал на полторы штуки баксов. Просто хотел, крутой спойлер, хотел тачку, как в андерграунде, вот теперь платить придется дорого, как в андерграунде. Если вы ставите лайк под видео, я не расстраиваюсь и куплю себе новый, потом заработаю. Я не расстраиваюсь, потому что у моего котика все хорошо. Он спит, у него все хорошо, лапки хорошенькие, такие. Если у вас что-то в жизни происходит, такое плохое, подумайте о хорошем. Вот у моего котика все хорошо, и это греет мысль об этом, что у родных все хорошо, и нужно концентрироваться на позитиве. То, что случилось, мы изменить не можем, но мы можем изменить то, что есть сейчас и будущее. Злиться я могу сам на себя, ну очень долго и сильно, но это ничего не изменит. Поэтому я сижу и монтирую, отрабатываю просто, и рад, что у меня есть такой котик. И скоро сделаю операцию. И не буду вышмаркиваться это за один день. Вы все знаете. И у меня есть вы. Это радует. В каждой негативной ситуации можно найти какой-то позитив. Вы не представляете, как я устал от съемки, не устал от монтажа, устал. Не хотел сделать перерыв, но не могу не показать то, что происходит. Веста и власти этого парка, в который я иду, то есть директор этого парка, разрушил домик для котиков, который тут живут уже 10 лет, который люди построили с помощью собственных средств и усилий. Смотрите, лужи. Холодно уже. Другие могут по подвалам, они тут всю жизнь живут. В этом домике. Местная власть, не только нашего города ровно, но и Украины, вызывает просто отвращение, потому что она никак не заботится о животных. А они заслуживают это в первую очередь. Не люди, а животные. И женщина уже очень долго кормит, тут это все рассказала мне. Иду кормлю и снимаю это для вас, чтобы кто-то из моих подписчиков может откликнуться. Я знаю, что есть много маленьких подписчиков, которые вырастут, благодаря которым станет мир лучше и этот город. Вы подрастете, только вы сможете изменить это место. Ну а я пока в одиночку, справляюсь как могу. И надеюсь, что есть среди моих подписчиков взрослые люди, не те, у которых нет совести, берут котов и дают в приют. У нас есть приют, и мне рассказывают, что там коты дерево жрут просто заперти, потому что им там нечего кушать. Вот те, кто сдают в этот приют котов, у вас нет совести. Никакой, никакой морали. Приюты отдают, чтобы очистить свою совесть. Им пофиг, что с ними дальше, что они там дерево жрут. А смотреть, что они там кушают, как они там проживают, в каких условиях, никто не заинтересован. Надеюсь, что есть где-то пустотелые подписчики на моем канале, с моего города, которые смогут забрать себе хотя бы домой по одному котику. Потому что у меня два, если я еще три заберу, у меня будет пять котов и один голубь. Ой, это все печально. Я хотя бы кормлю хочу. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Я тут. Иди сюда. Маленькая моя, где ты прячешься в кафешке? Маленькая моя, а где твои братья все? Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Посмотрите, какая она красивая. Маленькая Она в дождь, мокренькая Я бы тебя домой забрал У меня и так два кота Кстати, я забыл сказать, что в этом домике С этими котиками жила еще собака И они вместе дружили Теперь судьба собаки неизвестна Ее уже нет и она не приходит После того, как ее дом разрушил директор парка Даже наш город, наша страна изменится И у животных всех будет свой дом Не могу понять Людей же больше намного Взяли б каждый по одному И все Сколько можно Ну подожди Такой холод, голодный Хорошо, что снега еще нет Ну дождь-то не лучше Где остальные Она просто одна не ходит обычно С ней ходит в сопровождении еще два котика Объясните, как так можно Директор парка, скажи мне, пожалуйста Как можно оставить этих котов На улице в дождь, в холод без дома Ну как С точки эстетики, если этот домик мешает Можно договориться, куда-то его перенести в другое место Но убирать у котов дом Просто когда я вижу собак этих зимой котов Которые ходят по снегу Голодные, трусятся У меня душу и сердце разрывают Вот такая разруха стоит Ее никто не сносит Реально халупа какая-то Которая никак не используется Почему здесь нельзя обустроить Что-то для котиков, собак сделать Какой-то приют на зиму Чтоб люди все желающие подходили, кормили Ну взять того же мэра Или директора того же Взять, к примеру, этого парка Вот ему есть где укрыться Тебе же есть где укрыться, правильно, зимой? Вот пойди на улицу, поспи в дождь, денек Пусть твой дом разрушат Посмотрим, что ты тогда скажешь Как вообще назначают мэрами Директорами тех людей Которые разрушают домики для котов Или никак не препятствуют разрушению этих домиков Что ты делаешь? Зачем ты шапку на кота одеваешь? Пусть шапку на кота Я не понимаю, вас на шапку на кота не нужно Да, это я Зачем ты шапку на кота одеваешь? Зачем я говорю папа и мама А папа и мама Нельзя шапку Лучше б покормили Лучше б кота покормили, чем одевать Зачем вы ребенку Че ты орешь? Зачем вы ребенку Зачем вы ребенку разрешаете одеть шапку? Че ты машешь ногой? Ты из полиции вызвал? Ты из полиции вызвал Короче, какой-то чувак Иностранного происхождения Орет и разрешает ребенку мучить кота Этот тоже кот Но с такими людьми я живу в городе Еще этот чувак замахнулся на меня с ноги Только что, когда я присел кормить котика Просто хочется рыбать, муку бить Серьезно Мне нравится в этом городе Моя ребенка Моя ребенка Шапку Шапку Это не нормально Моя ребенка Моя ребенка Я Не 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 шкодил Кот Силы и ту Оуэлк Но аппарас и нюма Кот Он говорит, что никто не хотел навредить котику Но пацанчик одевал шапку на него Он мокрый сидит, холодный весь голодный И он на него шапку сила надевает Я увидел совсем другую картину Скажите ребенку пусть котик покушает спокойно Денька дай котики поесть Какая-то дурацкая ситуация Этот чувак может не замахнулся на меня ногой Я хотел показать, что он не ударил кота Потому что переводчики перевел, что он не хотел навредить коту Но почему-то начал кричать Голос повышать Сразу, когда я пытался объяснить, что не давайте детям мучить котов Этот пацан, который еще одевал шапку на кота Не просто, чтобы его согреть А прям силой его, а кот убегал от него Сидел на месте, никого не трогал Этот пацан еще, оказывается, мало знает меня Говорит, Мишаня еще на русском разговаривает Знать меня и мучить котов Но он точно не подписан на мое окно Вот второй пришел Смотрите, какие они красивые Кстати, они почищенные Стерилизованные Не размножаются Это значит, это хорошо Что больше маленькие котики не будут страдать Их дети Высыплю им, короче, на всех Высыплю тут килограммчик Почему я не прошел мимо этой семьи Отец смотрит телефон, ему все равно Он думает, что ребенок себе с котом играется А ребенок не осознает, что это доставляет дискомфорт Это хорошо, что он пока что ничего не делает С котом Он вышел из теплого дома Это развлечение Кот тут мерзнет, бедный Он же не может тебе об этом рассказать Где он спал прошлую ночь Так же собачка, так же птицы Все животные Их никто не может послушать Они не могут говорить Но для людей они как игрушки И поэтому важно дать понятие ребенку Изначально, почему я даже предошел Дал замечание с маленького возраста Что это неправильно Если бы он на него положил шапку Прислонил к себе и погладил А не просто силой впирает шапку Кот задний ход дает, бежит А он дальше догоняет, сунет шапку на него Это ненормально Со мной отец ножом бегал Лупил меня Хотел зарезать несколько раз Я уже в жестокой семье вырос по сути Но я получал правильную информацию Смотрел правильные фильмы и мультфильмы И вырос хороший Я еще птиц подкормил Смотрите ворон и галки Клюют корм Ало Ало, Алексей, добрый день Добрый день Вас турбую Меня зовут Михаила Я блогер из Рівного И волонтер Мені номер знайома ваша дала Я хотел проконсультироваться у вас по одному питанию У вас есть хвилинка? Алло Слушаю вас Да, хвилинка Я у вас поговорить Ну взагалі то я уже не на работе Я зрозумів То я на хвилиночку просто Бо ви не брали трубку в обід Я швидко Таке питання В парку В якого ви являетесь ви директором жили І живуть вже біля десяти років котики Вони стерилізовані І в них там був будинок І по вашому рішенні цей будинок було забрано Я хотів би вас попросити Чи можна якось вирішити це питання Тому що їм немає де спати зимою То є в нас притулок для тварин А ви в ньом були? Там просто коти їдять дерево Там взагалі не кормлять котів Ну то будете підкормлювати їх Ну парк для відпочинку Ви ж для зберігання тварин Я вас розумію Але хотів щоб з вами якось Давайте зверем туди собак, котів Део парк відпочинку І зробимо там для тварин Для парк відпочинку Ні, ви не розумієте Моя думка одна Якщо треба Впочинання моє Щоб вам з вас там поселили З котиками Нема питань Це він тільки що мене оскорбив Зважаю, я розуміляти не хочу Я зрозумію, просто питання в тому Що вони вже там живуть 10 років І ми їх не можемо просто звідти забрати Я знаю скільки вони живуть Але парк відпочинку для людей Так, коти не гірше людей Бидло Кину в трубку Ну тут сразу Чудно все По його слову Полному Зважаю Зважаю До тех пор Пока Не перестанет пользоваться мобильным телефоном Тогда я сплю адрес И будем к нему ходить домой Все миллион шестьсот тысяч подписчиков Узнают и адрес, и телефон, и все Я добьюсь того, чтобы домик у котика стоял Чтобы его вернули Если ты смотришь это видео Пожалуйста, верните дом котикам Вы его отобрали Нужно отдать Отбирать у животных или у людей Это плохо Нужно помогать и давать А не отбирать Тем более, если вы баллотируетесь в депутата нашего города Алексей, пожалуйста Вернитесь в школу, чтобы научиться не перебивать людей И разговаривать с ними Пора в вашем возрасте уже начать развиваться Что делать? Видео, кстати, можно выставить в римницкую группу И потом застроить сяга директора Ну просто ситуация в том, что коты Уже живут десять лет в одном месте Вот человек же не может просто взять и пойти На чужую квартиру кому-то, правильно? А то я не могу сейчас заломиться к чужому человеку на квартиру Так же котики не могут Их там раздерут другие котики в другом доме, в другом подвале Это их дом Если они уже там жили десять лет, значит нужно оставить этот домик для них Если он там был Я ж не несу их в парк, правильно? Ну да, новых котов Новых котов Они там жили, там был домик Зачем его отбирать было, ломать? Это директор Ровенского парка Меня вызывает этот директор Отвращение и говорит парк для людей А чем животные хуже? У человека есть дом, есть где жить У котиков нет дома и нет где жить Это все Тик не любитель сухого корма, он любит Консервочки Он любит консервочки Будешь мало? Бляха-буха Блин Блин Блин, это как-то аж бляха-буха Спойлер стоит тысячу баксов Поэтому Я уже готов был покупать новый И нашелся человек ровно, который восстанавливает карбон Я сейчас еду к нему Но у нас такие жесткие дороги У меня такая жесткая машина, что Я смотрю в зеркало заднего вида И прямо сейчас он болтается И мне кажется, что он сейчас просто отлетит Потому что болтики чуть пораскручивались Наслезались Я их выкрутить не могу Еду медленно очень Ну как обычно 28 км в час по городу сейчас В левой полосе Главное, чтобы он не отпал Приехал в деревню Тут чувак работает по карбону у нас ровно Смотрите, я вам при дневном сети не показывал Вот треснул карбон полностью Спойлер, карбоновый Даже грязный, как зеркало Отображает мое изображение Когда я ударил спойлер Он поднял багажник И вот такая вот мятина Жесткая И сейчас Самое главное, что я мятый багажник выбросил Купил новый И теперь Мы будем рихтовать новый багажник И опять красить Капец Ну что поделаешь Не ездите в дождь, ребята Запутевшими Парктрониками И стеклами Потому что я еле-еле назад сдавал Чуть-чуть Все, темнота была Освещения во дворах Нигде нет Я На минимальной скорости Бывает Ставьте лайки, чтобы я не расстраивался Таня чуть не плакала Как жалко ей было Мне даже не так жаль Вот тут вот Еще багажник Наверное его перекосило И кусок шпаклевки на тачке Полин, это Перекрашивать Походу придется тачку Так машина уже едет Нужно отъехать А то я тут не проехал Уже как обычная машина Вот спойлер в руке у меня Подавайте, я вроде бы Одинболки питая бы я Ты спойлер не видел Тупо карбоновый спойлер Просто треснул И штука 100 баксов стоит Ударом Представляешь? Это фигня Что осталось? Как? Боком Пов fulfilled Пов Herbert Лучка Она слепее Открылась Это штука К iterations К尽фу Еще Это Видимо К У videos не прыгай если не хочешь что-то кричишь да блин ты высоко апсиром отойди 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 брата пиздец, дашь ему циковать? ну за себя на видео не материшься не упал самый низ ты влевая вправо дополня влеваться слева за тут да да аааааа ооооо вау но я тебя брал на обгон а ты затормозил я ехал в тебя и мне нужно было резко повернуть передними упасть чтобы чтобы тебя не сбить я хотел тебя снять красиво сзади блин уже 2 грибса в грязи смотри вилка как гнется видишь это не рулевая не руль а вилка просто гнется она от одного удара кажется сломается кто вилка ты боишься поэтому все трамплины прыгать да она не отжимается то есть трудно нас уроне 50 50 килограммовым банник не дернешь у а а а а а и и и и Ромерас выезжает на резкий уклон Рома, блин, суровый Не видно снизу, что здесь, сверху Ромерас прыгает на суране, я ему свай дал, потому что у меня вилка не работает Ух, на плоскости, уже научился зато Вангфут, корявый Лучше с горки попробуй, потому что с той, может, не выйдешь Ну так, как я Ромерас не может выехать ко мне, все скользко Жесть Жестим, оттуда хватит В скорости, Ром, просто влево повертай Влево просто повертай, ты едешь на стенку, тебе треба за стенки Да давай покажу тебе И резко не газуй, по чуть-чуть Давай, 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 еще больше, больше, давай трохи газ Нормально Надо чувствовать, это как мотоцикл Ох уж это, Рома Ох уж это, Рома Чувак, на мотоцикле ты бы умер уже Три падения за три минуты На равном месте Тут легко Нет, тут как раз легко, потому что не прыгается, а тут выезжается Я знаю, что ты стоишь, если что-то бачишь? Да, стоишь Главное тут стоять и не скатиться тебе Все И тут не скатись только Ну сходик можешь уже, типа, если ты кто-то не вышит Да, тут я риск Ну да, тут хуже Я же сказал, что я вижу А я уже на вах не вылезу, блин Та едь просто, пускай тормоза едь Пускай тормоза едь Слабит 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 Сейчас проведу серию наших кофе Маленьких более-менее реально даже не гасует перекладочку можно так делать но не очень реально странно прыгать с неработающей вилкой потому что вилка у меня работает только если врезаться дерево но весело зато весело ты ехал бы а потом поднимаешься и приносит это удовольствие это еще парк рост вообще крутят форме расследит дворами раз пошел пасу и рамирас репликает вообще кайф ребят не заводите семью как я не тратить денег на семью покупайте суроны и раме дался с ром потому что у меня спина болит жестко он как hardtail а тут такие кочки смотрите как он стал как нормально нормально да очень нормально вибромассажер для рук